Здравствуйте! На уходящей неделе, на прошедшей неделе, произошло очень много интересных событий. Например, президент Академии наук подал в отставку, причем он даже открыто заявил, что по политическим мотивам. Даже запросили дела по Исею Меркулову, Верховный суд продлил непонятным образом, было заседание, не было заседания, как там обсуждались, арест Текебаева. Произошло очень много таких интересных событий, и мы обсудить эти вопросы пригласили в студию депутата парламента от фракции АТОМИКЕН Наталью Никитенко. В такой ситуации, насколько удобно и комфортно работать в парламенте? Вы знаете, вопрос о комфорте и удобстве, наверное, не стоит уже очень давно, потому что парламент, в нем удобно и комфортно работать, когда он работает в соответствии с идеей и замыслом парламента. То есть является реальной площадкой разных мнений, где представлены интересы разных групп населения, которые транслируются через представленные ими партии. Но когда непонятно, чьи интересы начинают защищать партии в парламенте, когда на самом деле реального оппонирования между оппозицией и коалицией практически нет, когда, по сути, оппозиция очень редко выполняет, и то по отдельно взятым вопросам, свои функции оппонирования власти, не в целях, так сказать, самого оппонирования, а в целях изобличения таких острых проблем, выявления и предложения иного видения. То есть когда вот эти базовые функции, задачи парламента, они реализуются очень слабо, то, конечно, речь идет вообще, так скажем, о комфорте работы такого парламента для государства и для наших граждан. Мы понимаем, что сегодня очень высокая критика со стороны граждан парламента задает очень простые вопросы у людей. Слушайте, а за что мы платим заработную плату депутатам? Даже говорят, что уменьшить 120, не 30 человек достаточно. С одной стороны, парламент такой аргумент отбивает следующим аргументом, что мы стали прозрачно работать, поэтому все наши решения очень понятны для населения. Они видят, как работает парламент, и, скажем так, чем больше прозрачности, тем больше критики. Это, на самом деле, имеет основу, отчасти так и есть. Но я думаю, что критика населения связана большей частью с другим, с отсутствием видимых результатов в деятельности парламента. Потому что все же ожидания у людей после 2010 года, когда мы конституционно сказали, что мы идем к парламентской демократии, ожидания были ведь совершенно иными. Был дан исторический шанс парламенту Кыргызстана стать настоящей представительской силой. Действительным, скажем так, основным органом, который принимает ключевые решения для страны. А где вот ключевые решения принимаются сейчас? Ну, вы знаете, судя по вообще, скажем так, как все происходит, вот процессы, например, организации внесения того же закона о референдуме, очень яркий пример. То есть решения явно возникли достаточно кулуарные, закрыты в недрах аппарата президента. Это общеизвестный факт. То есть это где-то возникает в недрах аппарата президента. Это вот очень такой иллюстративный, очень широко обсуждаемый пример. Но таких примеров очень много можно привести. По многим ключевым вопросам, по каким-то кадровым назначениям. Зачастую решения принимаются там и просто спускаются через фракции, через депутатов. И меня в этом плане очень, знаете, не столько удивляет, сколько возмущает, вот как депутата, как гражданина, как человека, который в конце концов поверил в парламентскую демократию, абсолютно искренне и серьезно, и готов отстаивать именно, скажем так, возможности парламентской демократии в нашей стране. Мне особенно, знаете, неприятно смотреть, как депутаты целой фракции, которым люди доверили, не представителям аппарата президента, а именно этим депутатам и партиям. Люди доверили свой голос, доверили право решать очень острые вопросы. Как они добровольно отдают это право, по сути, это бесценное, скажем так, право, предоставленное гражданами, отдают зачастую так бездарно некоторым клеркам и чинушам. Уровень образования, взглядов и так далее, которых можно весьма подвергнуть сомнению. Ну вот комиссия, вот выступая президент, как-то я выступая, сказал, что создает комиссии одну за другой, там, это что за парламент? Это, наверное, основная функция, одна из основных функций парламента, если какие-то проблемы возникли, создавать комиссию, чтобы расследовать. И это вменяется в вину. Ну, тут невольно вспоминаешь, совсем недавно парламент Венесуэлы, не парламент Венесуэлы, суд Венесуэлы вынес решение, что парламент не имеет права заниматься законодательной деятельностью. Чем тогда парламент должен заниматься? И получается, вот у вас, конечно, комиссия была создана, да, вот сначала по Соляновой, туда добавили вопросы Шахмаматова, да, потом и Токебаева, да. Эта комиссия, что она вот за это время, уже достаточно много времени прошло, что она сделала, комиссия, расследовала вот эти все дела? Ну, в целом, по вопросу комиссии, это действительно неотъемлемое право и очень хорошая, важная функция, которая дана вообще законом, регламентом, значит... Для того и парламенту? Да, о работе Чокорку Кенеша, парламенту, создавать временные комиссии по острым резонансным вопросам. Он должен реагировать, парламент должен реагировать на серьезные критические ситуации в обществе. И вот в этом плане критика, которая была высказана в адрес парламента, я бы ее абсолютно не поддержала, то есть это вообще функционал парламента. Другое дело, как работают эти временные комиссии? Такую критику мы сами, скажем, озвучиваем на заседаниях парламента, что зачастую некоторые комиссии, может быть, не очень мотивированы рьяно и активно начать работу. Дело в том, что, например, по той комиссии, о которой вы сейчас сказали, по вопросам депутатов нашей фракции, оппозиционной фракции, это Микин, хочу отметить, что практически работа не проводилась. Сами члены комиссии на заседании парламента встают, и как будто бы кому-то это меняет в вину. Но вообще, на самом деле, это прямая обязанность членов комиссии от каждой фракции собраться, избрать председателя и начать свои заседания. Насколько я знаю, может быть, за эти дни что-то изменилось, я не являюсь членом этой комиссии, но, насколько я знаю, по последней информации, встречи этой комиссии не было, председатель не обозначен. Хотя уже срок работы, практически установленный постановлением, на что коллеги хотели бы ссылаться, он якобы завершен, но, на самом деле, завершить срок работы комиссии невозможно, поскольку она должна обратить свою цель в создании. Еще не сделала? Конечно, если комиссия не собиралась, не работала, как можно завершить работу комиссии? Это первое. Второе. Ведь комиссия создается не ради того, чтобы, значит, установить, следовать какому-то сроку. Ведь цель комиссии – это выявить определенные, допустим, нарушения. В данном случае цель задачи комиссии – это определить наличие политического мотива в тех преследованиях уголовных, которые применяются к депутатам оппозиционной фракции Томикенко, ее лидеру Тикибаеву, депутату и бывшему генпрокурору Соляновой, депутату и бывшему министру юстиции Шикмаматова. То есть это не просто даже какой-то банальный, скажем, случай преследования по каким-то, скажем, мотивам. Здесь абсолютно, на мой взгляд, явно прослеживаются политические мотивы, потому что это люди, которые занимали очень значимые должности, имели доступ к информации определенной, возможно, имели, скажем, такие намерения и начали выявлять нелицеприятную для власти информацию по отдельным людям окружения президента, по, возможно, отдельным представителям партии, фракций. То есть вот такого рода преследования наталкивают меня на те же мысли, что это явно политически мотивировано. И сам Саббат тоже мотивированный политически получается? Я считаю, что то, что комиссия не собирается, это исключительно незаинтересованность многих членов комиссии. И вы понимаете, вот еще один очень, на мой взгляд, одно решение Чугур-Кукинеша, которое изначально было тоже несколько мотивировано, наверное, будущими политическими какими-то последствиями, мы сейчас с ними работаем. Это то, как формируется состав этих комиссий. Например, в 5-м созыве, я была депутатом, начиная с 2010 года, а вот в 5-м созыве депутатом фракции Томикена, я хорошо знаю, что при формировании комиссии, независимо от того, сколько мандатов у этой партии, представительство в комиссии было равным. То есть что, например, Томикен имел одного или два члена комиссии, в зависимости, как палата проголосует. Что, например, Республика, фракция, что Атаджор, что СДПК, что Арнамыс. Это был 5-й созыв. В начале работы 6-го созыва была предложена весьма хитрая постановка вопроса членства в комиссиях определять в зависимости от квоты, от количества мандатов, которые имеют партии. Мы были против этого, наша фракция. Мы получили 11 мандатов. Это не большинство, как мы понимаем, но наше право, как политической силы, за которую голосовали люди, оно не должно быть ограничено или ущемлено. А сейчас получается, например, от СДПК входят, допустим, 3 или 4 депутата, от следующей фракции 2 депутата и так далее. И в итоге у нашей фракции остается одна квота, то есть один депутат. Понятно, что при создании кворума в любой комиссии по году будут делать те фракции, где 4, 3, 2 представителя. Получается, это открывает возможности тем, кто обладает большинством, нарушать. Потому что комиссия все равно будет в их руках, если по квоте вот это делать. Я считаю, что вот такой подход к ватированию, он ограничивает право фракций. И во многом он позволяет манипулировать, манипулировать определенным политическим силам и фракциям этим вопросом. Вот просто не собраться на кворум, просто не начать работу. Не прийти еще, а потом срок пройдет и так далее. То есть заложен очень опасный прецедент. Сам парламент добровольно, все время, с каждым шагом, на мой взгляд, с каждым днем, он все больше и больше отдает своих конституционных, законных полномочий в адрес других институтов и ветвей власти. И я очень понимаю иногда критику людей, которые говорят, зачем вообще такой парламент, такие депутаты, и за что мы опять же, возвращаясь к тому вопросу, платим наши налоги, чтобы оплачивать заработную плату. То есть парламент должен оправдывать своей работой ожидания граждан. Даже если у нас разные полярные мнения, это хорошо. То есть они должны быть, но они хотя бы должны звучать, где Горгукинеши, именно там, а не на улицах. В идеальной, скажем, конструкции парламентской демократии. Говорили, что главная цель парламентаризма, чтобы диспуты перенести с улицы в зал парламента. А на самом деле и там никакие диспуты особенно не происходят. В последнее время, да, как-то мы сталкиваемся с тем, что все наши предложения обратить внимание на проблему, например, тоже предложение по средствам массовой информации, когда начались иски в отношении СМИ, что, на мой взгляд, тоже недопустимо для государства, которое себя в Конституции называет демократическим правовым государством. В принципе, давление на СМИ в разной форме проявляемое, в оскорблениях, в публичных выражениях со стороны высшего руководства страны, в таких вот судебных исках на большие суммы и так далее. Это, по сути, и есть давление на СМИ. Это не борьба с клеветой, так называемой и прочее. То есть, на самом деле, да, в клевете погрязли наши государственные каналы, которые, несмотря на презумпцию невиновности в Конституции, начинают во время следственных действий. Вины никакой не доказано, и, возможно, ее не может быть. Они начинают, например, очернять Тикибаева, показывая какого-то мошенника другой страны, Маевского. Либо сейчас начинают поднимать опять дело по мародерству, где не нашли никаких доказательств. Когда суды были раньше. Дело о Белизе развалилось, о котором, опять же, СМИ громогласно показывали, как Сигизбаев докладывает президенту, что есть неопровержимые доказательства. Сейчас, когда это все рушится, эти дела рушатся, нужны новые, видимо, какие-то аргументы, и власть начинает ворошить уже несуществующие, недоказанные факты. И опять героями дня становятся заключенный Юсупов, некто, чьи люди, которые с ним сидели в камере, давно-давно дали интервью и четко разъяснили. А также сотрудники ГСИН, которые работали, кто к нему заходил, кто убеждал его, как говорить, давать показания на Тикибаева, Шера, на членов партии Атамикен и прочее. То есть вот эти факты, они не расследуются. Но зато осужденные мошенники, сидящие сегодня, допустим, в местах решения свободы, они у нас герои. Либо какие-то заезжие граждане, которые сами обвинялись в мошенничестве, есть решение судов Российской Федерации, международные арбитражи, за этим человеком гонялись, Маевский, он у нас герой дня. Вы понимаете? То есть это не ученые, академики, это не люди, на кого мнение может повлиять. Уважаемые народом признаны известные люди. Это зачастую дежурные эксперты, это вот такие вот дежурные, так сказать, выступающие, которые напрямую обвиняют. Но ни один государственный канал, он не привлекался к ответственности за то, что он нарушил конституцию, статью о презумпции невиновности, в принципе, презумпции невиновности, презумпции невиновности. И, в принципе, да, вот дал уже такие очерняющие факты, которые наносят ущерб чести и достоинству человека. Этот же канал, вот остальные, допустим, не будем сейчас трогать, общественный первый канал, он специально сделан, чтобы общественным был. Чтобы он выражал интересы общества. На самом деле он выражает интересы одной только фракции, скажем так, или аппарата президента, получается. По крайней мере, были большие надежды, связанные с тем, что общественный канал хотя бы когда-нибудь начнет работать как общественный в нашей стране. Но первые один-два года, может быть, более-менее это было. Да, эти надежды тают. Но вот, возвращаясь к реакции парламента, на эти вопиющие действия в отношении СМИ, двойные стандарты, когда одни СМИ, значит, наказывают за то, что они передали мнение выступающих и, по сути, выполнили свою работу как журналисты. Им предъявляются очень серьезные требования в судебные иски. А в то же время, с другой стороны, очерняющие государственные СМИ, они спокойно продолжают радостно работать и продолжать очернять. И никаких претензий не предъявляется, никто не несет ответственности. Как отреагировал парламент на эту ситуацию? Наша фракция внесла постановление с просьбой заслушать вопрос о давлении на свободу СМИ. Возмущаются журналисты, гражданские активисты. На самом деле, пришли уже, насколько я знаю, после СМИ я опять же читала информацию, возмущенные обращения зарубежных союзов, журналистов, организаций, которые защищают СМИ и вообще работа журналиста. Все это, так скажем, обсуждается активно в обществе, как реагирует парламент. На нашу просьбу включить постановление в повестку Джогур Кукинеша просто было игнорирование. Отослали в комитет, и сейчас это где-то по бюрократическим коридорам, возможно, выйдет на рассмотрение комитета, и какое еще будет решение, допустить пленарному заседанию или нет, мы не знаем, учитывая нынешнюю ситуацию. Отвечать своим гражданам о качестве своей работы, нужно что-то ответить. А в этом плане критика, которая идет со стороны граждан, она во многом обоснована, во многом обоснована в отношении неэффективной деятельности парламента. Но парламент, вот еще раз скажу, как человек, который абсолютно точно убежден, что для нашей страны избранный путь парламентской демократии является, наверное, наиболее вообще возможным для того, чтобы мы начали развитие движения вперед. я считаю, что, безусловно, парламент должен быть, и должен быть центром принятия решений, должен быть сильным и представительным. И поэтому сейчас вот то, что мы видим, да, это не отвечает этим критериям в работе парламента. Есть большое, скажем, и разочарование у населения, и претензии. И мы это, как депутаты, через себя тоже очень хорошо видим, внутри, понимаете, оценивая работу парламента. Я бы, честно говоря, вообще в какой-то момент даже усомнилась, насколько возможно в нашей стране построить демократическую модель и создать сильный парламент. Но, как вы правильно отметили, было несколько лет, когда ОТРК работал как общественный канал. Точно так же было несколько лет, когда и Диогор Кукинеш, он работал как Диогор Кукинеш, избранный народом. Это был небольшой период времени, когда Диогор Кукинеш действительно стал площадкой, где были разные мнения, где была сильная оппозиция, коалиция, где дебаты происходили все же внутри. И удалось, в принципе, с улицы убрать на определенный период времени дебаты внутрь, в рамки парламента. Но этот период был очень небольшим. Тем не менее, он дал надежду. Он дал надежду, что в нашей стране возможно построить парламентскую демократию в ее неискаженном виде, а в ее истинном, скажем, предназначении сильным парламентом. Поэтому я вот считаю, что на сегодняшний день очень важно парламент где-то пробудить к исполнению своих конституционных прямых обязанностей. Эта возможность еще есть. Этот парламент, я надеюсь, что он будет работать легитимно до конца срока, но должно наступить пробуждение, вы понимаете, ответственность каждой политической силы хотя бы за свои обещания перед избирателями. Не говоря уже о том, что ответственность должна наступить вообще за будущее Кыргызстана и понять, что эта ответственность сегодня, она концентрируется в Джогур-Кукинеши, которая должна плотно работать с правительством. И именно вот в этой консолидации парламент и коалиционное правительство решать вопросы политического характера, сопровождая это экономическими подкреплениями, реформами и так далее со стороны правительства. Вот вы затронули проблему, что каких-то непонятных людей, не самых авторитетных, не совсем авторитетных людей, опираясь на их мнение, возбуждают дела и так далее. Когда дело касается обратного, например, когда обвиняют журналиста в чем-то, Дайрбек Уренбеков, например, в 2014 году написал статью, еще суд только начинался, уже администрация президента говорила, да что вы ее защищаете, он вообще не журналист. Вот заранее дают определение, что он не журналист, он клеветник, клеветника надо судить. То есть уже принято решение охарактеризовать его клеветником, а потом уже это как бы указание судам, да. похожие вещи происходят в отношении партии Атамикен, да. Выступает президент и говорит, мародеров нужно всех посадить в тюрьму, вор должен сидеть в тюрьме, да, сразу. Как бы указание судам, в каком направлении нужно работать, какие решения надо принимать. Получается, вот парламент, он как-то послушным встал, суды такие же послушные, вот этого разделения власти уже реального нет. И вот как в такой ситуации людям, названным мародерами, бывшим депутатам, можно бороться или там за свое имя, или за то, что было сделано раньше, и уже в воздухе витает, что еще будут задержания, да, не только вот Ракан Тулеганов и кто там были с ним, да, как в такой ситуации партия ваша, Атамикен, должна и действовать, как она действует сейчас? Ну, вы знаете, ведь по мародерствовать много усилий приложено, разными политическими силами, чтобы использовать максимально эту карту, которая на самом деле уже бита, то есть суд был, на сегодняшний день нет просто фактов, да, которые бы привели к тому, чтобы вот вынести решение и доказать какие-то факты мародерства, их нет, есть только определенные слова, да, вот, которые подкрепить и подтвердить очень сложно, и надежность людей, которые эти слова озвучивают, я уже говорю, тот же Абдулла, Юсупов и другие, вот сама репутация этих людей, она подвергается большому сомнению, поэтому вот эти используемые карты, которые сейчас опять вытащили и пытаются опять перетасовать, на мой взгляд, это тоже очевидно звенья все той же цепи политических преследований партии Атамикен, и в этом плане, безусловно, наша партия, мы такую ситуацию, мы с ней категорически не согласны, то есть в любом случае все возможные площадки, средств массовой информации, йогурку Кенеша, вот через пресс-конференции и так далее, если они используются, для того, чтобы выявить облик тех людей, которые заявляют о несуществующих мародерствах в отношении и причастности к этим мародерствам конкретных людей из политической партии Атамикен. То есть сейчас на самом деле есть очень много различной информации от того же сына Райкана Толегонова, который пришел и сделал пресс-конференцию, который говорит, как пытаются выбить, скажем так, показания, чтобы найти какие-то возможности вернуться к этому делу, хотя ничего не было найдено. Много раз этот вопрос муссировался. Я знаю, что политические силы, оппонирующие нам, вложили очень много усилий, чтобы вот как-то привязать наших лидеров, членов к этому вопросу. Но поскольку это по сути не удалось, то сейчас начинают искать новые подходы. Вот сын Райкана Толегоновича, Толегонова, он сказал о том, что он переживает жизнь и здоровье отца, поскольку есть информация, что на его старшего брата оказывается серьезное давление, чтобы он дал показания, по сути, против касающейся и отца, но основная цель это Тикибаев, что представители самих силовых структур, по словам Исы Толегонова, они, скажем так, оказывают такое вот давление, да, и есть информация, что это связано даже вот не самим Толегоновым, а мишень Тикибаев. То есть, это все череда последовательных событий. И, конечно, в такой ситуации на эти факты будут предаваться гласности. Сейчас, несмотря на то, что государственные каналы не вещают объективно, все равно средства массовой информации работают, работают социальные сети, люди получают информацию из разных источников, и общественное мнение формируется. Я думаю, что общественное мнение будет очень серьезной опорой для нашей партии, как это было всегда, для того, чтобы противостоять вот таким несправедливым вещам. И есть, конечно, очень много различных фактов, которые свидетельствуют вот против такой политики, то есть, мотивированной политики власти, когда идет гонение на политических оппонентов. Например, те же двойные стандарты. Например, сейчас показывая, что якобы борьба идет по всем фронтам. Депутат из ДПК был, против него было возбуждено уголовное дело Исаков, депутат в связи с продажей, да, Музафар Исаков в связи с продажей якобы земельных наделов, когда он занимал должность определенную. Но при возбуждении этого уголовного дела была избрана мера пресечения пока, подписка у невыезде. В этом плане обращаемся к нашему лидеру Амурбе Черкешевичу. То есть, во-первых, обвинение сформулировано было на показаниях мошенника Маевского. Ну, мошенник он или не мошенник, мы можем определенно сказать? Я взяла информацию, просто вот, открыв интернет, набрав фамилию Маевский, увидев, что в отношении него были судебные тяжбы, и он, суд принял решение против него. Обвинив его, да, суд Российской Федерации. Поэтому я лично основываюсь на информации об этом человеке из вот таких источников официальных средств массовой информации, которые легко найти в интернете любому гражданину и человеку. Поэтому, как происходило задержание Тикибаева как особо опасного преступника, мы все знаем, как проходили суды по мере пресечения в ночное время, закрыто, причем в здании недействующего военного суда. Без его присутствия. Без его присутствия, это уже вот Верховный суд, с нарушением просто всех, значит, процедур, с нарушением его прав. И, по сути, это все происходило вот, знаете, в таком ускоренном режиме и мера пресечения тоже по статье, которая меняется, так же, как вот Исакова, мера пресечения это содержание двойных сезона СИЗОГа КНБ. А депутат, значит, фракция с ДПК по предъявлению, значит, претензий по коррупционным искам, он под подпиской о невыезде. Вот какие-то вот таких примеров на самом деле очень много. Понимаете, двойные стандарты и в отношениях СМИ, и в отношении депутата фракции по принципу свой-чужой, ведь это все видят люди. Я не знаю, если власть думает, что это не видно, непонятно, или что, закрыв информацию через государственные общественные каналы, люди об этом не узнают, а это наивно так думать. Все больше людей видят и выражают внутренний протест, несогласия с тем, что происходит. Эти протесты проявляются по-разному. В мирном марше, который был разогнан, в других каких-то демонстрациях и так далее, по выражению своего мнения, где тоже люди были задержаны, на мой взгляд, с нарушением норм. Омбудсмен заявил, что при задержании людей, которые пришли в поддержку, например, того же Сады Роджапарова, да. Гадать не надо, наверное, возможно, невозможно. Нельзя так обращаться даже с преступником, даже там... На мой взгляд, это абсолютное нарушение прав человека и норм законодательства. И какие-то, значит, вот объяснения власти, что, мол, вот кто-то начал первое и прочее. Во-первых, надо доказать, не были ли это провокаторы. Да. Во-первых, да. А во-вторых, власть на то и представители правоохранительных органов на то и обличены этой властью, чтобы защищать население. Мне пожаловались даже журналисты, которые снимали вот этот митинг. Они сказали, что, значит, была попытка со стороны милиции, во-первых, их схватить, когда они сказали, показали удостоверение, что мы пресса и мы должны объективно зафиксировать вообще все, что происходит. Была попытка отобрать камеру, фотоаппарат. И затем, в принципе, когда пресса сказала, слушайте, но вы должны нас защищать, мы же пресса, мы выполняем свою работу. Их просто вот где-то вытолкнули, сказали, идите к своим митингующим и так далее. То есть вот непонимание милиции, что такое права человека, такое обращение с женщинами, бедный избитый парень 20-летний, сын Садыра Чапарова, который корчился от боли, я не могла спокойно смотреть это видео в Ютьюбе, это просто ужасно. Это однозначно нарушение прав человека, вопиющие. И вот все это на сегодняшний день приводит к тому, что накапливаются протесты по разным поводам. Или вот последние, скажем, новости по возбуждению уголовных дел по отношению к адвокатам. В нашей стране, получается, никто не может быть уже защищен законом. Ни журналист, представитель СМИ, который выполняет свою работу и передает мнение чье-то, ни адвокат, который защищен законом об адвокатуре адвокатской деятельности и передает полученную информацию, имея на это доверенность, то есть он защищен законом, выполняет свою работу, выходит по последним действиям от власти и адвокат не защищен сегодня. И это выходит уже за пределы вообще норм права. Поэтому, вы знаете, ситуация обостряется, на мой взгляд. И вот эти точки напряженности, они создаются не в этот раз, они создаются не оппозицией, они создаются властью. И на самом деле это очень опасная ситуация для государства. У нас был великий исторический шанс великий передать мирным путем власть, показать, что мы действительно способны, можем развивать парламентскую демократию. Но вера в то, что вот этот шанс мы не упустим, она с каждым днем все меньше и меньше. Но я считаю, что наша страна слишком высокую цену заплатила жизни людей за то, чтобы этот шанс не упустить. все же мирным путем передать власть. Но для этого нужно еще раз говорю разбудить и не только еще Горкукинеж, сознание граждан. Сейчас этот процесс пробуждения, на мой взгляд, идет. И опять же, он идет на самом деле очень быстрыми темпами, подгоняемые действиями власти. Спасибо большое. У нас уже время истекло. Достаточно острые вопросы возникают в обществе и будем надеяться не только в парламенте, но и в обществе это будет правильно воспринято и какие-то мнения будут высказываться, которые смогут повлиять на действия власти и мы будем надеяться, что какие-то если изменения произойдут, они не будут насильственными. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok